сегодня вечером встречаемся мы с вами на программе влияние имею место знаменитый 90 псалом и затем представлю нашего гостя знаменитый 90 псалом 14 стих за то что он возлюбил меня избавлю его это господь говорит защищу его потому что он познал имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним я в скорби это также господь говорит избавлю его и прославлю его даже прославлю его долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое это скажем это пред это специальное место которое дух святой положил мне на сердце в преддверии нашей беседы имею честь представить зелену ивановну матвеюк зелена ивановна приветствую вас приветствую свидетельство и то что бог с вами сделал это потрясающе и делает продолжает делать и это слово это свидетельство также будет молитва вы из нововолынска да я об этом узнал 30 минут назад это меня приятно удивило потому что с этим городом на западной украине меня связывает определенные воспоминания определенные хорошие воспоминания приятные добрые воспоминания я даже попросил позвонить сегодня вечером не зная что вы будете в эфире папе и маме чтобы они обязательно включили телевизор поэтому мама приветствую вас затем мы в процессе перейдем даже к тем местам где мы выросли это светлое один даже такое будет лица светлое один даже такое будет звучать и все что связано в вашем служении с этой знаменитой улице и не менее знаменитым первым первым домом которым прошло мое детство скажем большая часть его зелена ивановна ваш путь обращение к богу и затем все то что было после встречи с богом это потрясающе ну господь великий моей жизни вы знаете жизнь без бога на серая сколько бы ты ну не жил сколько бы ты не старался не разбогател не приобретал жизнь без бога она серая не интересная и она рано или поздно приводит людей к депрессиям к проблемам к разводам она разрушается это знают все и мне было 38 лет я просто видела как семья моя рушится мы с мужем одноклассники как бы любовь была и понимание ну что-то нам мешало жить до 38 лет ничего о боге за исключение наверное право ну чисто ортодоксально православное понятие там обряды все я даже пробовала в церковь ходить петь в хоре церковном но у меня нету ну образование музыкального и я не смогла петь ну как бы искала что-то такое что вот внутри должно мне заполнять эту пустоту мою но не получилось и так 38 лет было прожито без бога я просто это могу сказать просто без бога я знала чтобы где-то в рамочке вот надо любить эту икону я так это все понимала и главное еще что говорили благодать есть но отец вот моего мужа он был староста церковной он нас научил что благодать на небе а на земле но нет благодати только на небесах и мы вот такими понятиями жили и когда пришла очень тяжелая депрессия непонимание семья рушится дети взрослые очень большие переживания за детей две дочки у меня и я начала искать друзей и спрашивать куда пойти что сделать чтобы был мир в доме и вот так я пришла на год на домашнюю ячейку и увидела совершенно других людей совершенно другие взгляды и люди говорили о боге и при этом говорили по слову его это для меня было что-то новое я вообще люблю что-то новое я и в театре играла и прически демонстрировала и в хоре пела у нас там в народном хоре и то есть я люблю что-то такое новое и когда я спрашивала задавала вопросы мне отвечали по библии это меня очень задело как-то думаю ого а я не могу так и просто второе третье собрание у меня очень было много вопросов и я поняла если я не приду вот даже не знаю что надо прийти к богу отдать свою жизнь и покаяние не знала что это такое я просто видела что это делают люди и думаю мне наверное тоже это надо сделать чтобы дети мои были здесь не я не служение богу не бог надо мне я этого еще тогда не понимала я смотрела с хитростью и видела что мои дети должны быть здесь но я там уже как-то как-то она будет в угоду своим детям вы готовы были пожертвовать даже семейными устоями или какими-то может жизненными устоями вы знаете до конца даже не понимала что такое христианская жизнь что такое жизнь по библии зелена я вам задам вопрос что вы знали о христианах нововолынск он был знаменит тем на протяжении десятилетий если вы из нововолынска многие из них наверное ряд наших телезрителей они нововолынцы наверное во многих штатах сегодня и был известен тем что там было живучие христианство такое настоящее христианство большие церкви то есть что вы в то время знали христиан это скажем до перестрелочного этого как он перестрелочный период или перестроить я все путаю до перес перестройки перестроечного этого периода что вы знали христиан мы такие штунды да как все люди мы знали что это люди серые и называли их штундами и все женщины ходили с одинаковыми прическами и в одно то же время они куда-то ходили все все знали четко что эти люди не пьют и у них нет развода не блудят не курят и не пил ну это уже все это было все ясно непонятные люди и они ходили куда-то все время в длинных юбках и так мы вот они это все больше мы ничего не за я даже не знала штан так красиво поют что там проповедуют евангелие мы никогда там не были не муж не вы нет конечно хотя вы знаете у мужа дом был там где он рос у отца один дом на два хозяина в одном доме жил мой свекор а в другом доме жил его родной брат они двойняшки те были верующие евангелисты а те были православные и конечно мы православные абсолютно не интересовались какой жизнью чем живут эти люди они видели что мы погибаем и тоже нам ничего не говорили обоих вот это да то есть на то время время вы не могли представить что придет такое время и вы будете в америке и мы будем сидеть и хорошая обстановке и говорить о великих делах божьих да конечно вы говорили о том что депрессия практически привела вас к поиску чего-то другого безысходность от того что получилось это развал семьи то есть вы считаете алена что это те составляющие да которые по крайней мере как толкают человека к чему-то новому может быть неосознанным или нет да конечно даже вот отношения в доме мужа и жены они не были на первом месте мне казалось что это уже нельзя изменить но жизнь моих детей она стояла передо мной я видела что у детей нет будущего что такая жизнь и такой жизнью как я жила я не хочу чтобы жили мои дети вот у меня одноклассники уже выдали там детей замуж там или женили сыновей и уже за год дети разводились я этого боялась настолько это меня как бы встряхнула моей дочери старшей в то время было уже 17 лет и она настолько ну не как бы не 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 вошла в этот мир она не от мира была сего как говорили твоя таня не от мира сего это действительно так было ей не нравился этот строй жизни но другого у меня не было я понимала я не могу ничего ей дать я не могу и показать еще вот тебе это не нравится давай что-то другое тебе другое предложу и вот это меня но серьезно просто поставила что надо что-то искать но должно где-то что-то быть и когда одноклассница уверовала и сказала мне что она очень счастлива хотя смотрела на ее жизнь я не видела там счастья они очень бедно жили второй второй замуж у нее дети сводные там и мужа и еще ну дети как бы уже совместные и я смотрела говорю в чем твое счастье расскажи мне я живу богаче у меня машина дом и двое детей один и тот же мужа она говорит мое счастье в боге и тогда это меня как-то так я это было для меня что-то необыкновенное и я через полтора года позвонила ей я говорю не на что это такое счастье в боге как это она говорит пошли со мной на группу я и пошла понимаете лидер группки это как бы твой второй своего рода как отец конечно мы с мира пришли у нас только этих забобонов и этого всего и и вот дети дети что с ними ну да покаялась я бог меня переродил за одну ночь за одну ночь это было чудо я проснулась ложилась спать одна проснула совершенно другая я уже имела счастье в боге до 9 февраля я была 97 год я была очень несчастлива в депрессии все у меня было серое цвета жизнь моя не имела цвета 10 9 я познала вечером вот это свершила как бы сказать покаяние даже с хитростью я серьезно да вот говорят люди если нет при покаянии слез если человек не плачет это не покаяние нет неправда бог видит сердце слезы но это хорошо сейчас бы я наверно если бы приходила к покаянию я выплакала не знаю как но в то время я была очень лукавая хитрая женщина хитрая такая львица которая имеет детей и им угрожает что вы готовы ради детей да я с хитростью подошла говорю бог если ты есть я хочу чтобы мои дети здесь были я хочу чтобы им было хорошо но я уже как-нибудь но дети должны быть тут я понимала что здесь хорошо и я вышла на покаяние и говорили мои молитву грешника я ничего не переживала он говорит говорите я повторял это владимир нет это говорил дудик а это так помню потому что это день рождения духовного человека а когда он говорил ну вот помолились молитва грешника и стала молиться церковь он говорит молитесь а молитесь если ты ничего не знаешь я просто стояла говорила боже прости меня я наверное раз не знаю 20 сказала боже прости меня и уже последние эти слова я просто увидела что что-то внутри у меня происходит что эти слова уже не просто так а действительно боже прости меня и вот на второе утро я проснулась и мое счастье уже было в боге не в доме не в детях не в достатках там или в я не знаю я уже имела счастье в боге вот если до 9 все было серое после 9 все стало розовое и настолько розовый настолько много радости вы знаете его я как человек я говорила я сделаю то что надо но я никому не скажу что я штунда такое слово у нас было популярное сейчас нет его сейчас мы веру и нас называют верующие очень жаль штундами уже не называют я не знал это да уже не говорят штунды вот и хочу сказать что счастье свалилось розовый цвет свалился просто столько всего бог вливал тот же дом даже семья те же доходы недостатки тот же муж но счастье просто лилось рекой это было такое перерождение познание истины господь начал открывать евангелию но вы понимаете когда я еще даже не читала евангелию я уже говорила о боге людям это уже были эти реки живой воды и потом водное крещение дети пришли к богу муж не не был верующий но я уже точно знала что господь его ну как бы вы знали что муж будет спасен он будет спасен он будет служить богу я думала как человек что-то будет год два три пять десять но это будет но у бога такие планы вы знаете слава богу за божьи планы да жив господь жив господь он и затем пришли в жизнь счастливого семейства пришли испытания пришли испытания таких которых мы не ожидали и каждый человек боится такого и я как человек тоже даже никогда не думала что у меня будет это в жизни и мне придется это пройти но вы знаете когда ты заходишь в долину смертной тени и там есть источник если ты его откопаешь если твоя проблема как большой булыжник будет там лежать и ты его сдвинешь этот источник он наполняет долину смерти и долину скорби и ты просто приобретаешь новую веру и новую силу я это это по восемьдесят третьем солом и это пережила там проходя до долиной плача до долиной они открывают не источник это долина и плача и скорби и смертной тени это все в этой долине получается мы должны проходить эту долину и как ее тяжело проходить вы знаете тяжело да но когда до тех пор с нами все окей пока мы проходим как только в долине остановился христианин вот остановился дьявол заинтересован чтобы проходя долиной мы остановились но бог говорит что мы мы все-таки проходили нелегко тебе слезно тебе больно тебе трудно тебе плачется и прочее но ты должен все-таки идти из последних сил но ты должен все-таки идти я почему это откровение однажды пришло мне много лет назад в служении когда я проходил через долину проходил и было такое время что я чуть ли не остановился в долине потому что долины могут быть разной формы содержание разной сферы и области да но я чуть не остановился в долине и вот это откровение этого слова чтобы ты должен проходить потому что как только ты остановишься тут навалится масса гора на тебя навалится столько таких булыжников что ты не сможешь встать поэтому тормозить в долине нельзя ее надо проходить продолжайте или дело в том что вот у меня тоже было в этой долине как бы откровение чтобы твоя проблема она как камень и если бог у тебя большой то этот камень делается очень маленьким и ты просто его беру берешь и открываешь источник но если у тебя проблема большая и все больше растет она закрывает бога бог делается маленьким большая проблема и тогда с этой долины очень трудно выйти потому что источника из-за этого булыжника нет вот и так вот пришла в мою жизнь очень серьезная проблема у меня онко обнаружили онко то есть опих опухоль на груди каким образом это пришло вы поехали на обследование не я просто сама заметила что что-то у меня ненормально думаю пойду к врачам мы пошли он сразу сказал надо ехать в область у нас в маленький город нет онко отделение тем более хирургического и я поехала меня сразу положили в духовном мире он не маленький это гигант город гигант духовный гигант христианский фактически и вы поехали в луцк я поехала в луцк ну естественно операция после операции опять же такая ситуация что я не думала шуме у меня ампутируют грудь тут ампутация рак облучение химия это все свалилось на меня но в то время я была уже 10 месяцев верующие 10 после покаяния я была вот я пережила знаете что маленький ребенок который рождается ну там у нас в пеленках там сейчас можно сказать в памперсах это маленький новорожденный ребенок и мама и папа его очень часто носят на руках даже можно сказать все время и в это время вот я именно ощутила как мой отец носит меня на руках потому что в онко отделение у меня была такая радость что и столько я там что могла делала мы брали салмы такие и ходили по палатам просто пели вот шестой псалом там не просто как бы обо мне и от тех кто ли там около меня лежал и мы это все ходили вы знаете это такое поле где можно говорить о боге сколько хочешь потому что там не о детях не о деньгах люди не говорят там другая атмосфера да там люди говорят только о боге кто как может кто как умеет у кого иконы у кого вода там у кого кто как может но о боге слушают все это такая благоприятная почва где можно сеять зерно боже на то время вы уже стали евангелистом да бог меня там употреблял но настолько насколько мог я пела псалмы я радость светилась от меня необыкновенная и такая сверхъестественная потому что я выглядела точно так же как они зеленая подшитая тут трубки стояли это очень ну неприятно что врач сказал на это врач сказал что у меня он к и мужу сказал что очень плохие дела что у меня метастазы у меня удалили восемь лимфоузлов и а тем более я была уже четвертая своей семье с таким диагнозом и мы до вас четверо трое людей уже умерли до умерли в небо в небо конечно очень печально но так случилось сестра в 42 года у нее была опухоль в голове и бабушки и вот то есть врач списал полностью врач просто развел руками и и вас было две уже взрослых дочери и две дочери танечки было уже 18 2 было 14 дети ну как бы еще не определили не определились маленькие своего рода и находясь в этом он к отделении вы свидетельствуйте вы рассказываете вы поете как можете вы знаете радость от господа она ну как бы наполняет человека и ты уже не можешь молчать и когда ехали с нововолынска мои друзья сестры братья которые постоянно молились за меня они ехали к нам и в больницу они очень волновали волновались вот сам этот володя вронский жена его друзья мои сестры братья и говорили боже дай нам слово утешение для сестры лены надо ее утешить как-то поддержать они приезжали уезжали говорили спасибо господь что ты через лена у нас утешил поддержал и мы едем домой это было сверхъестественно и вот забрали вас с этого госпиталь с этой больнице или госпиталь возвратили вас в нововолынске да но в то время еще такие события были я я всегда вспоминаю об этом потому что это была поддержка от бога очень сильная я когда ходила на облучение у нас там очень старая аппаратура и все настолько уже старое и когда ты ложишься под эту лампу она не издает ни звука не запаха ничего и только голова очень кружится и ты лежишь и не знаешь как она работает сил сильно идут эти лучи или нет это время очень очень тяжелое такая даже духовная давка там и когда я там лежала и говорила господь мне так тяжело но я это время хочу просто посвятить общению с тобой и я в этот момент когда 20-30 минут нас облучали в Киеве до трех минут а у нас 30 минут облучать каждая лампа да и и это же нельзя нельзя но у нас очень старая аппаратура и вот так вот и я говорила господь ты просто рукой своей защити меня от этого сколько там надо я не знаю господи облучи ты лучше чем эта старая аппаратура чтобы твоя рука здесь была и я говорила боже буду здесь петь тебе я выучила наизусть псалмы и там пела и молилась а медсестры в то время все в телевидении видели там у них такая аппаратура я выходила с такой радостью что они запомнили меня и уже 11 лет я туда приезжаю они все вспоминают что вы такая с бункера выходили говорит как как никто вот как никто это был господь господь действительно сиял в моем теле немощном боксе и еще там был момент когда я смотрела на женщин они были очень такие расстроенные в депрессии а я светилась господом я говорила женщины вот вы так так вам вижу страшно и тяжело вы как собрались вроде бы как бы умирать а я вот говорю нет я буду еще одной грудью ребенка кормить а потом даже каялась говорила господь прости я как-то уже не пободрствовала так сказала я понимаю что это невозможно вы как родить после этого после химии облучение вам 40 лет на то время уже время мне было 38 38 до 39 год и когда я приехала домой самое первое что сделал господь я понимала что жизнь настолько коротка моя я просила боже спаси моего мужа потому что я не хочу уйти чтобы муж был неверующий детям будет тяжело и вот во время этой процедур моих во время облучения была очень слабенькая он возил меня на собрание и господь призвал моего мужа я говорила что это железобетон но для бога это нет ничего мягкий человек если что невозможное для господа конечно это было такое вы понимаете это было лекарство для меня мы уже начали с мужем молиться дети мои и в то время когда я вот была в этой первой любви в слабости в теле но сияние радость просто наполняли меня бог около меня призвал больше 20 соседей друзей я уже не говорю за друзей которые из города вот там где я жила у мужа брат покаялся отец мой отошел примирившись господом отец отошел к богу примирившись да мама приняла жил господь аллилуйя слава господу жив господь да то есть вы уже хоронили отца как да и вы знаете на похоронах у меня столько было радости что я даже боялась чтобы меня люди ну как не поймут меня все-таки отец умер а сердце у меня просто распирало от радости потому что нам отец когда-то говорил как мы должны его похоронить ну там по понятиям человеческим по мирским и тут впервые на нашей улице где я выросла на похоронах у отца проповедовала евангелие пели молодые люди хор был и вы понимаете ну я просто радовалась я знала что господь принял отца да да это было знамение что это было очень потому что отец умер в 73 года вот и говорил я никогда туда не пойду то есть то есть то есть зрители а их много есть их много те которые нам звонят те которые пишут просят молиться поддерживать нам студию прямо на служение те из зрителей которые проходят своих молитвах и стараются вырвать из цепей неверия из дьявольских цепей вырвать своих родственников то есть что вы можете им сказать у них есть надежда глядя на опыт но вашего служения вашей жизни есть надежда не отчаиваться и не сдаваться до последнего да господь может вырвать из пасти дьявола в самый последний момент просто радость должна быть всегда в боге не печаль за не спасенного мужа не как бы родственники там молитва мы как говорим господне но нет ответа на молитву вы знаете если есть радость в богое обязательно придет ответ обязательно если ты не теряешь на радость вatriе все он есть когда в свое время кого пути обязательно призовет призова обязательно я продолжать стучать продолжать верить доверять богу да конечно это вы знаете тем Тем более тогда, когда Бог делал столько много в моей жизни с моим телом, с духом, с душой. Я просто знала, что отец мой никогда не отойдет, не покаявшись. Никогда. Вы знали, а я знаю, а я знаю, а я знаю. I know that I know that I know that I know. Это по-американски звучит. Он не уйдет, не покаявшись. Но я молилась, понимаете, как малое дитё. Я говорила, папа, сделай так, чтобы мой отец пришел к тебе. Я просила, но я не сомневалась. Я не говорю, что я такой человек веры большой. Но просто вот у нас сейчас свёкор мой, который был староста церковный, он тоже верующий, но ему надо свершить покаяние. На пути. Но он на пути. И вот мы так ему и говорим, что отец, ты не умрешь никогда, пока не свершишь это покаяние, такое примирение с Богом. Мы знаем это, я не знаю, но я знаю это, что он, Господь его призовёт обязательно. Лена, что такое вера? Может, неожиданный вопрос в прямом эфире? Я не ожидаю теологической раскладки. Да, я понимаю. Я не говорю о теологии. Теологию можно цитировать и с 11 главы, наверное, целую ночь евреям послания. Вера же есть. Да, вера же есть. Для вас, что такое вера? Ой, ну вы знаете. Скажите для людей, ищущих Бога сегодня. Я знаю вот одну такую вещь. Если человек это говорит вслух, и это слово идёт, и ты в этом слове стоишь, его нет ещё, оно не исполнилось. То, что ты говоришь, не видно, и не за стеклом, и не за зеркалом, и не за стеной, его нет. Но ты это говоришь. Просто каждое слово, оно имеет действие. И у меня в жизни, ну настолько всего много того, что я просто стояла в этом и говорила. Я, Господь, буду говорить о Тебе, о Твоих чудесах везде. В Польше, в России, в Америке. И это говорила постоянно. Это говорила уже 11 лет. Я была в Польше. Я свидетельствовала на польском языке. Я сама просто слушала, что говорит Дух Святой. Это было чудо. Я свидетельствовала на польском языке. Я была в России, а сейчас я в Америке. Я это говорила. Когда я пришла к Богу, мы очень много смотрели телепередачу «Угол». Это был для нас такой свежий поток, свидетельств того, что Бог сделал. Мы на этом как бы росли. И я вот, когда я пережила вот эту первую операцию, эту болезнь, я говорила, Боже, об этом должны знать все, потому что ребёнок родился здоровый. Я просила, Господи, если Ты дашь мне родить, против всего того, что говорили врачи, что это невозможно, невозможно. Говорят, всё, это смерть Тебе. Ребёнок — это уже не ребёнок. Даже не называли там инвалид или что. Говорили, это кусок мяса. Я говорю, Боже, если Ты дашь, я буду об этом говорить везде. И я буду сидеть на передаче «Угол» и свидетельствовать. И на влиянии, это программа «Влияние». Ой, но этого я даже не знала. Это уже Господь излил сверху. Это сверху. Больше того, что я исповедовала. И вы понимаете, это пришло в мою жизнь. И я просто ещё раз сама как бы утверждаюсь в том, если Ты говоришь, и это будет для Твоего созидания, для людей, это надо для Господа. Оно обязательно будет. Лена, давайте совершим молитву. Я верю, что это от Духа Святого. И вот Ваш объектив. Вы можете обратиться к тем, которые проходят в сомнениях. Может, проходят в сомнениях, не видят выхода. Нет якобы света в конце тоннеля. Они проходят, может, теми путями, через которые Вы проходили. Нерешительность, неверие. Может, не столь яркие результаты. Ответы на молитву. Хотелось бы, чтобы сейчас. И некоторые ослабели, может. Может, споткнулись. Может, остановились. Я верю, что это от Духа Святого. Друзья, мы будем открыты к тому, что программа влияния сегодня, наша встреча с Вами не просто ради встречи. Мы слишком заняты люди, чтобы просто бить воздух и воровать Ваше драгоценное время в Ваших телеэкранах. Но я попрошу Вас в середине нашей программы, нашей встречи совершить молитву. Обратившись к зрителям, молодого возраста, нас смотрят от края Америки до края Америки. Нас смотрят в Канаде, нас смотрят в Мексике. Буквально вчера я вечером получил звонок от зрителя из Канады, из Британской Колумбии и Канады. Он говорит, очень многие, говорит Юрий. Он так благодарил, не мог остановиться. Мы старые эмигранты, мы владеем русским языком, украинским. Мы приезжали сюда 40-50 лет, но, говорит, это просто подарок в виде Вашего телеканала для нас. Он захлеб, говорил буквально. И ряд из них проходят через какие-то непонимания в семье. Может, неверующие дети, отошедшие от Бога мужья. Вы так убедительно говорили сегодня, что есть надежда, что есть выход, что есть вера, что есть живой Бог. Поэтому обратитесь несколько слов, потом просто совершите молитву. Я знаю, что вы молитесь, я задавал вопрос до эфира, совершаете ли вы молитву. Вы совершаете молитву за людей. Свидетельство не остановилось. После этого, что Бог сделал, друзья, пристегните ремень. Просто пристегните ремень. Если еще, вы знаете, кто-то не у крана, просто позвоните. Позвоните, да, и скажите, убедите прийти. Просто как по Писанию, пойдите по переулкам, убедите прийти, потому что Бог есть живой. Я воодушевлен таким свидетельством. Поэтому вот, пожалуйста, ваш объектив во имя Иисуса. Я просто хочу сказать всем, всем, кто слушает, у кого нет надежды, у кого нет как бы выхода, есть такие настолько тупиковые ситуации, что мой Бог — это ваш Бог, что тот, который отдал своего Сына за каждого из нас, Он омыл нас кровью, Он дал нам новую жизнь, Он дал надежду в себе. Он тот, кто может все, все сделать. Я свидетель того, что Бог делает в моей личной жизни. Я хочу просто попросить Отца Небесного, Отец, во имя Иисуса, Бог мой, столько людей сегодня смотрят и имеют надежду в тебе, Господь. Кто ослаб, у кого уже нет веры, Бог мой, просто благослови, Господь. Излей эту веру от тебя, Господь. В свое время ты изливал ее в меня, Господь. Я не есть человек какой-то необыкновенный. Ты у меня, Бог, обыкновенный. Благослови, Папа, тех людей, тех детей своих, которые сегодня нуждаются в тебе. Дай, Господь, силы, дай пройти эти долины, Господи, найти этот источник и спить воду из него, подняться в вере, наполниться силою, силою до избытка, до разлива, радостью в тебе, Господь. Благослови, Бог мой, благослови, благослови детей, которые не знают тебя. Господи, ты есть выход в любой ситуации во имя Иисуса. Благослови, Господь. Спасибо, Отец. Аминь. Мы продолжаем нашу встречу. Итак, что было дальше, Лена? Ой, жизнь моя продолжалась. Ребенок рос. Вот, у меня уже было трое, три дочки. И, вы знаете, ну, смешно сказать, но я думала, что сына я еще обязательно рожу. Но Бог знал, что нам надо сына. И, ой, у меня их уже аж три. Вот. И так получилось, что уже будучи семьей христианской, молитвы, радостью, мы прошли этот тяжелый этап. Дочь у меня уже подрастала. И наша церковь, церковь Ковчег с Нововолынска, мы делаем такие христианские лагеря для детей с Владимир-Волынского интерната. И уверовали три, пять девочек с интерната, и они пришли к нам в город, в нашу церковь. И церковь снимала квартиру и как бы давала им все необходимое. Лена, прошу прощения тысячу раз. Не этот ли интернат, который во Владимире-Волынске, там какое-то озеро на берегу, это он, да? Да. Окей, мы там были буквально с Алексом, с вашим пастырем, четыре или пять лет назад. Да. Оказывается, он нас туда возил. Это только пришло вот, потому что мы там помощь оказывали. Да. Окей, окей. И вот наша церковь как бы ходатайство ведет такое, опекунство что ли. Мы занимаемся этими делами, ну насколько нам разрешают, конечно. И вот этих пять девочек уже 17-16 лет были у нас в церкви, жили в квартире. И мы там им помогали. И вот одна из девчонок постоянно была в таком нерадении. Вот как бы давка была у нее от того, что она сирота. И у нее никого нет. Мамы, папы нет. И моя дочь, старшая уже уехала в Италию на работу, потому что тяжело нам было детей выводить. Я инвалид. Это дочь, которая за экраном, сегодня вне экрана сидит. Да, да. Окей. Она уехала в Италию, чтобы работать и нам помогать. А вторая, Лиля, говорит, мама, давай возьмем Снежану к себе, чтобы она пожила, пока Тани нет. Ну я говорю, без проблем. Я всегда люблю принимать гостей, и многие живут у меня. И она пожила у нас очень короткое время. И ее жизнь, и ее история, и ее жизнь, и она вошла в нашу жизнь. Она вошла в нашу судьбу. С любовью. Вошла в кровь, говорят. Вот ребенок, 17 лет, сломанная такая психика у девочки, она вошла в нашу жизнь. И мы, даже не сговариваясь, это была уже наша четвертая дочь. Мы помогли попасть Виталию, там все. Но самое главное, что она нам рассказала о судьбе детей интерната, что это судьба как бы без будущего. Эти дети, у них нет будущего. Эти сломанные судьбы, это больные дети, даже так можно сказать. Это дети, у которых нет средств для существования. Родители просто бросили на произвол. Родителей нет, даже если они есть, то их фактически нет. И я просто не знала. Вы знаете, Библия говорит о том, что мы должны видеть сироту. Презирать сиротебно. Презирать, да. Но я вам скажу, я не знаю, я думаю, многие христиане не знают, что это такое. Узри там, призри, посмотри. То есть это не купить там одежду или там еще. Для меня это четко... Конфетку купить ей подарить, да это не то. Так как у меня уже была снежана, я поняла, это надо взять в свой дом. Это было решение такое мое личное, что мы должны взять мальчика. Тем более, что у нас уже было четыре дочери. И для папы все-таки сын, это поддержка. Он мечтал об этом всю жизнь. И я начала молиться об этом. Я никому не говорила, молилась полтора года. Так как Ангелинка еще была маленькая, я молилась полтора года. И вот в то время, когда уже я видела это ребенка везде, Ангелинка кушает. Я вижу, и мальчик мог бы кушать. Ангелинка там купается. Я смотрю, и он мог бы там купаться. И все, я уже начала понимать, что это надо, все, что внутри, надо кому-то рассказать. Я сказала мужу, детям. Ну там немножко было такое, что зачем, мы уже одну взяли, никто не берет. У нас свои есть, но что-то тут у нас как-то не так. Но это было от Бога. Я это уже четко знаю. Это Господь. И он вложил это желание и мужу, и детям. И я поехала в интернат. Очень длинная история, как мы взяли этого Дениса. Ему было 5 лет, он сам подошел ко мне. Знаете, мы зачастую думаем, вот я зайду там или что-то сделаю, Бог мне раз, это нарисует, это мое. Я зашла, там 20 детей, все прекрасные, все красивые. Я говорю, Боже, 20 я не возьму. Но вы знаете, в то время половину я могла бы сразу забрать, если бы я знала, как моя жизнь сложится. Ну, у Бога свои планы. И мы взяли Дениса, у него была сестренка, мы ее определили в дом мужа и жены. У них не было детей, одна семья там бездетная. Они взяли и удочерили эту девочку. Вот. И, ну, так забегая, скажу, что на сегодняшний день у них уже четверо детей. Четверо. После того, как они взяли. Потому что они взяли одну я, но я говорила, один ребенок, это не ребенок. И видела, как они с него сделали куклу себе, фотографировали. Все для этой девочки. Я говорю, ты что, так нельзя, это ненормально. Говорю, надо еще. Ну, сейчас уже четверо. Вот это да. Да. А у нас Денис был. Потом получилось так, что у него было еще два брата в интернате. Одному было 10 лет, другому было 11 лет. И мы их забирали домой на каникулы, чтобы эти дети как-то росли вместе. Вот. Ну, взять... Как вы встретили такого ребенка из интерната, пятилетнего? Он сам подошел ко мне, подарил мне машинку. А они все там говорят, мама, если ты зайдешь, там все 20 кричат, мама. Ой, ой, ой. И выбрать невозможно. Ой, ой, ой. Я просто говорю, боже, я не знаю, где мой. Не знаю. Они все, ну, просто все прекрасные были. И он сам начал подходить, все такое. Потом я начала уже наводить справки, кто это, что это. Он оказался круглой сиротой. Мама умерла. 26 лет ей было. Вот. И их было четверо. Детей. И Яну мы вот определили. Потом Володя... Как ваша семья встретила... Как? Еще одного, да, члена семьи. Вы знаете, этот момент был незабываемый. Я вот сейчас расскажу, и я это вижу. Как это все было. Я привезла Дениса. Мой муж был на работе. Он знал, что я поехала. И я привезла его, переодела его в одежду, ну, дочки своей. Вот там, одела его. И он такой, остриженный такой, ну, как в интернате. А у него очень длинные ресницы, глаза круглые. И я звоню, говорю, папа, приезжай, мы сына уже привезли. И он приехал и посмотрел на него. И начал плакать, муж мой. Я говорю, что ты плачешь? Говорю, все окей, что ты? А он говорит, слушай, я такой печали и такой глубины боли в глазах. Ребенка. Я не видел у взрослых людей. Там столько было горя, печали. Такой ребенок просто подавленный был. Но сейчас это настолько веселый мальчик и любимчик наш, я не знаю, хороший мальчик. Но на этом дело не остановилось. Это был наш ребенок, первый и последний. Мы так взяли, такой подвиг совершили. Взяли. А потом вот получилось так, что Володя, которого мы привозили, и Олег. Володя, 10 лет, он очень захотел семью. И мы начали молиться за какую-то семью, чтобы кто-то взял. Но желающих не было. И мы видели, что трудно ему там в интернате, он такой тоже, как Маугли. И придя домой, говорю, что надо как-то Володю, ну вот куда его определить? Олег не захотел семью, говорит, я тогда поеду к бабушке. Вот, ну куда определить? И Денис говорит, ну мам, ну что там, вот дом наш, отец, мама. Мы его семья, нормально. И просто у меня на сердце такое было, что устами ребенка, говорит Господь. Но я думаю, не буду это говорить, чтобы не от меня в этот раз. И мы ложимся спать, муж говорит, слушай, Денис так проговорил, а у меня в сердце, что устами ребенка, говорит Господь. Я говорю, у меня тоже. Ну что, берем? Он говорит, берем. И все, он повернулся, спит. А я думаю, ну как берем? 10 лет ребенку, что делать? И начала волноваться, начала в людей спрашивать. Ну одни благословляют, другие говорят, у тебя нет здоровья. Третий там, то есть мнение людей как бы разбежалось. И я говорю, Бог, что ты говоришь? Что мне делать? Ребенку 10 лет, мальчик, мне тяжело. Я не знаю, что с ним делать. Я беру Библию, открываю, и просто закрытыми глазами стих открывается. Мне Марка 9 глава, там где написано, кто возьмет одно из таких малых. И я поняла, это так мог проговорить только Бог. Именно четко то, что надо взять, кто берет, тот берет меня. Еще одного Иисуса пущу в дом. Я говорю, Вася, мой муж, говорю, Вася, мы делаем правильно, радость меня наполнила. И мы привезли Володю 10 лет, мальчика. И началось служение горячей, сложней, потому что каждый ребенок, это больница, зубы, врачи. Каждый из них как бы был, ну, мне говорили, ну, писали, что эти дети умственно отсталые, и надо было это все подтягивать. И я в этом служении, дети, мальчики, там, опять же, Ангелина старших уже вообще не было, они все были на заработках за границей в Италии. И я в этом служении в Велисапет по городу, вы знаете, город маленький, надо было рассказать, показать, куда ехать, магазин. И в то время у меня очень сильно начала болеть спина, очень сильно. Это были уже такие сильные боли, что я понимала, что что-то у меня не то. Редикулит, не редикулит, встать не могу. И пришел такой день, я говорю, Вася, в мае мы взяли Володю, а в октябре я уже вставать не могла. Говорю, я завтра, говорю, не встану. Я не знаю, что такое. Мне, говорю, хочется кричать, мне надо ехать в Луцк, в онкоотделение. Ну, я и поехала. И четыре с половиной года назад вы приезжаете в Луцк, снова в онкоотделение. Я приезжаю в отделение, сдаю анализы, меня, ну, все бегом-бегом-бегом, меня посылают на компьютер, говорят, что-то у тебя спина такая, нам не нравится, давай на компьютер. Я пошла на компьютер, диагностики и выхожу. Мне надо бегом домой, у меня дети, я спешу, они говорят, стоп-стоп-стоп. У нас с врачами был договор один, говорить все, что есть. Я говорю, мне надо знать, что у меня, чтобы за это молиться. И они всегда говорили мне прямо, без этого. И мне так и сказали, у тебя метастазы пошли в тазовые кости, у тебя рак костей, надо лечиться. Рак костей, надо лечиться, диагноз. Да. Это было как взрыв, как, я не знаю, это было страшнее первого раза. Я не ожидала такого, я видела страх еще, я видела людей больных, именно рак костей. Это ужасные боли, это, ну, это страшно рассказывать, даже представить, это страшно. Когда в жизнь такого реального, как мы говорим, простого человека, приходит такая новость, какая первая реакция? Вот как христианина, какова ваша реакция была? Господи, почему? Нет, нет, у меня был шок, у меня вопросов не было, у меня был шок. И я просто думала, вы понимаете, как-то враг подошел ко мне, и он мне ничего не переживала, ну, то есть переживала, но именно химия и облучение, оно просто нависло на меня. Я знала, что такое химотерапия, это ужасная процедура, после которой ты зеленый, серый, кушать не можешь, ходить не можешь, это, и вот это меня, как бы, положило на лопатки. Я этого, я очень боялась, у меня были маленькие дети, старших не было, и я вот это, меня просто, как бы, парализовало. Химия, все, и я ехала домой два часа, у меня только химия, химия, что я буду делать, химия. Вот этот вопрос, вот это у меня стояло на первом плане. Я не говорила, я не говорила, Боже, почему? Я не знаю, такого вопроса у меня ни первый раз, ни второй раз не стояло. Я просто знала, что этого я не смогу пройти, вот это я уже не пройду. Я очень плохо себя чувствовала, и при таком слабом здоровье я понимала, что химотерапию я не пройду. Еще облучение я смогу, но химотерапию нет. И в этот момент враг меня купил, он меня взял на этом. Я это в своей голове раскрутила, оно выросло. Это семья, которые можно легко вырвать, оно у меня пустило корни. Семья как страх? Семья как страх, и духовное видение себя уже после химотерапии, это боль, это слабость, это было очень тяжело. Где была в тот момент церковь, друзья? Где были служители церкви? Вы знаете, вот это разница, разница жизни без Бога и жизнь с Богом. В Боге ты, в семье, вся церковь просто... Защищен ты, да? Да, вся церковь просто, это был шок для всех. Это было такое потрясение в городе Нововолынске. Как пастор Алекс отреагировал? Он имел со мной встречу перед отъездом в больницу. Я искала помощи. Вы знаете, когда ты открываешь Библию и читаешь стих, которым ты всегда держался, я всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? Или, например, в ранах Иисуса моё исцеление. И ты это говоришь и читаешь, и оно не работает. Просто, ну вот, такое было... Вы знаете, я никогда не скрываю этот момент в своей жизни. Это был тяжелейший момент. Вы знаете, когда ты потерял Иисуса, тебе уже не страшно ничего. Не страшно, что у тебя такая болезнь, не страшно, что у тебя дети остаются. Ты потерял Иисуса. Это страшнее всего. И сила Слова Божьего как бы не работала в моей жизни. Я кричала ночью к Богу. Я говорила, Господь, я тебя потеряла. И потом назад как-то думаю, я так, я в детях, я в служении. Бог везде и всюду, но я далеко от Бога. И я говорила, Бог, пока я не найду тебя, Иисус, пока я не возьмусь за твою руку, я никуда не поеду. У меня нет чем защищаться, я не могу, у меня нет силы на это. И чтобы мы сёстры молились, приходили домой, стояли в посте. То есть была колоссальная поддержка народа Божьего. И все, кто знал, кто учился в Киеве, в Москве работали, все, это была цепочка, то есть поддержка была. И Господь действительно работал в моём сердце. И уже надо было в пятницу ложиться. И я говорю, если я просто не буду в силе Божьей, если я не буду в радости Христа, я не поеду в больницу. И я прихожу к Дудику, к нашему пастырю, и говорю, Саша, мне надо слово от Господа. Я не могу подняться. То есть они видели во мне, как они все мне говорили, ты сестра веры. То есть все дела, всё, видели, что я человек сильный, я могу пройти всё. Но на своём просто я, на своём как бы авторитете, мы ничто, мы ничто. Господь, сила Его, это великая в тебе. Я пришла к пастыре, говорю, Саша, помоги, просто помоги мне. И вы знаете, такие стишки, которые я наизусть говорила, там не забудься о завтрашнем. И он говорит, что стоит перед тобой? Я говорю, химия, химотерапия, я не могу, говорю, это всё, оно нависло на меня. И он по-детски, мне просто этот стих, завтрашний день, не твой день, этот день, это его суета, сегодня только четверг. Возьми, говорит, вот то, что в четверг. Ты, говорит, взяла уже за месяц вперёд, или за три вперёд несёшь, конечно. Ну просто по-детски, как в песочнике. Как мы говорим, да, да, да. Как просто я объяснил. Просто как в песочнике. Я представила себе цветные карандаши, пачку карандашей, пачка 30 дней, или там 31 день, 31 карандаш. Вот зелёный – это четверг, жёлтый – это уже пятница. Суббота – это красный. И вот если ты берёшь в четверг зелёный, там, этот карандаш, тебе его легко нести. Но если ты уже в тот четверг берёшь и пятницу, а тем более после химии, я себе думала, что я буду делать, это очень тяжело. И он мне это разложил, и я сразу все карандашики поскладала в разуме, в голове своей. Всё разложила по полочкам, что этот чёрный карандаш после химии, он ещё там далеко, я ещё вот зелёный сейчас у меня. И вы понимаете, Бог наполнил опять радостью. Победа – это радость. Радостью, силой я пришла к мужу, говорю, Вася, едем, говорю, работать там. Я не еду лечиться, я еду на евангелизацию. Я буду там благовествовать. Вы отказались от химотерапии? Нет, я поехала. Я поехала в больницу. Вы приняли эту терапию? Нет, вы понимаете, какой сюрприз от Господа. В пятницу меня положили, и врачи там посовещались и говорят, ну, мы так сделаем. Сделаем облучение, химию не будем делать, а какую-то другую процедуру, капельницы тоже, но они проще переносятся. И химию отменили. Я говорю, дьявол, ты меня купил на этой химии, а Господь ее отменил. Я еще раз увидела, как можно легко попасть просто в проблему. И я приехала, говорю, Татьяна Истафьевна, у меня там такая врач моя, которая лечащий врач-радиолог, я говорю, я приехала как бы к вам лечиться. Ну, я отдыхаю ровно два дня, я буду лечиться, но у меня здесь столько труда, я буду работать здесь. Я говорю, да что ты будешь делать? Я говорю, буду заниматься спасением людей. Во имя Иисуса я иду рассказывать, что выход есть в Иисусе. И вы знаете, я два дня поспала и месяц там отработала по всем палатам, по мужчинам, по женщинам, везде. Вот это да. Это был самый такой насыщенный месяц в моей жизни. Я приходила к людям, говорила, а еще что срабатывало, у меня была статья обо мне. И зайти в мужскую палату не так просто, женщина все-таки как-то неприлично. И кто на тебя будет смотреть или слушать тем более. Я отдавала статью, они читали статью, я приходила, говорю, вы знаете, что статья обо мне? О, и тогда все начинали слушать. То есть статья это была верительные грамоты. Да. Кто такая Елена? То есть Господь допустил вот то переживание относительно даже этих ваших метастаз, с той целью, чтобы вы могли так сильно свидетельствовать. То есть чтобы вы могли утешать, поднимать, укреплять, ободрять тех, которые проходили через то, что вы в свое время прошли. Понимаете, в этом месте, в онкоотделении, человек, который не болит, ему нечего сказать. Ну, кто его будет слушать? Да что тебе, ты здоровый. А когда ты в той же шкуре, тем более второй раз уже, ты имеешь что сказать. Тем более первый раз Бог был как отец и носил меня на руках, а второй раз Бог был у меня как бы вот я держалась за Его руку, просто под руку. Говорю, Господь, идем. И мы заходили в палаты и говорили. То есть мы можем так общаться с Богом? Да, мы можем иметь Его как друга, как учителя и как Бога-спасателя. Он действительно хотел спасать там людей. Ну, а я была как посланец, как посланная. Я это в своей жизни пережила. Вот Бога, как твоего друга, который сопровождал меня и давал возможность зайти в эти палаты к больным людям. То есть и после этого Господь полностью физически вас восстановил? Ну, я не скажу, что это было вот так. Ага, овернайт, как мы говорим. Да, да, да. Да, я выписалась из больницы, и у меня был такой договор в тайне от всех, от семьи опять. У меня дочка старшая уже вышла замуж, отделилась от нас. Вот уже у меня был внук. А трое детей, вот два мальчика и моя Ангелинка, они были со мной. И я понимала, что Ангелинке моей плохо с мальчишками. Надо девочку ей. Я говорю, Боже, вот просто так и сказала. Один всего раз. Говорю, Господь, если ты даруешь мне еще жизнь на этой земле, я возьму еще девочку, сестричку для Ангелины, и тем более спасу душу с интерната для твоего царства, для твоей церкви. И еще одно. Второй раз, когда я попала с такой серьезной проблемой в больницу, Бог потряс всю нашу семью, и меня, и моего мужа. Это был такой стресс от Господа, слава Богу. Он допускает это. И знаете, что я увидела? У меня такое было рассуждение. Я увидела, что жизнь моя еще короче, чем я думала. То есть вот, сегодня ты есть, завтра тебя нет. Ну такая проблема, рак костей, это очень серьезно. Это очень серьезно. И Бог открыл мне такую маленькую как бы тайну, что на земле мы друг другу предоставлены для того, чтобы любить, для того, чтобы быть благословением, для того, чтобы кого-то обнять, кого-то поцеловать, сказать, я тебя люблю, детей, мужа. И вот представьте картину. Сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Или наоборот, моего мужа нет там, или как-то. И вот ты сидишь и думаешь, ну почему вчера я не сказал, что я тебя люблю, ты мне нужен, ты мое благословение. То есть это важно, да? Я хочу жить для тебя. На небесах у нас не будет такой возможности. Мы будем одинаковые, мы будем в купальне Божьей, в радости Божьей, в присутствии Божьем. А здесь мы можем любить. Мы не должны свою жизнь менять вот на такие мелочи. Вы знаете, бывает такое, что картинку, три дня мы не знаем, куда ее прибить. Он хочет туда, ты хочешь. Из-за этого суета и даже ссоры. А на небесах не будет возможности сказать, милый, ты мое благословение. Я хочу тебя любить, я хочу себя дарить тебе. Это было откровение вот именно после болезни. Лена, у вас было также откровение, которое вы записали. Специальное откровение. То ли Господь дал вам, помогите мне вспомнить. То ли у вас было общение с Богом, и вы говорили до эфира, что вы записали его, когда вы общались с Господом. Вы понимаете, служение уже было как бы тяжелое, дети. И однажды, ну вот многие говорят, ну вот если они будут эти дети неверующие, там вот даже, понимаете, близкие люди могут разбивать твою веру, твою надежду, твое видение. Ты видишь, я знаю, говорю, я знаю. И Господь меня поддержал. Он мне дал возможность. Господь говорил ко мне. И только, как вам объяснить, я взяла ручку и просто начала писать. Не от меня, и я даже не могла остановить этот процесс. И когда я это всё, я уже слышу, Бог говорит, и я это пишу, и внутри я говорю, я не могу, Боже, это твои слова, я не могу их писать. И потом, когда я прочитала, я три дня плакала, я звонила всем своим друзьям. Это поддержка для меня по сегодняшний день. Я этим как бы пользуюсь во времена тяжелые, потому что, ну, действительно тяжело. И Господь меня поддерживает через этот диалог. И с вашего позволения я... Лейс, пожалуйста. Да. Забраться бы мне на высокую гору, коснуться бы мне неба рукою. О, вы небеса, прославьте Бога, что Он так близко, что Он со мною. И каждый день, как в день рождения, Он мне даёт своё благословение. Живу я всем смертям назло. Он мой Отец, а я Его. И это время на земле Он дал прожить непросто мне. Трудись, дитя, хочу, чтобы ты в руках несла свои плоды. Придёт пора, и лишь тогда скажу тебе, как счастлив я. То время, что тебе я дал, не проспала, трудилась, и плакала, молилась. И сколько раз просила, прости, Господь, грешна. И я прощал, давал советы, так день за днём пройдут года. И дети те, что я вам дал, они со мной, со мной и на века. И в доме том, где ты живёшь, не тесно никогда. Там дети те, что я вам дал, и там моя рука. О, милый, добрый мой Господь, ведь каждому из них судьбу ты дал, везде хранил. И путь то ты определил. Спасибо лишь за то, Господь, что ты помог. Жизнь дал тогда, когда, казалось, весь народ похоронил меня. И радость ту, и тот покой даёшь лишь ты, о, дорогой спаситель личный мой. Аллы, друзья. Лена, спасибо вам большое. Время стремительно бегит. Спасибо за то, что вы открыты для Господа. Пусть Бог благословит. То есть то, что мы сегодня слышали, это благословение. Спасибо вам. Это Господь великий, могущий. Спасибо. Встретимся на следующей программе. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok